Приветствую вас в седьмом занятии по обзору редактора Brackets, в котором мы познакомимся с такой замечательной и шикарной функцией как Live Preview. Говоря по-русски, это означает интерактивный просмотр, но по-простому живой просмотр сразу во время редактирования файла. То есть помните, как мы делали раньше. Мы изменяем код в HTML, либо в CSS, затем мы его сохраняем, затем мы открываем браузер, потом обновляем страницу и только после этого видим воочию, какие изменения мы внесли. Так вот, благодаря данной функции все это, все эти танцы с бубном полностью отпадают. Давайте рассмотрим, как она работает. Прямо сейчас откройте, пожалуйста, файл индекса HTML и нажмите вот на эту иконочку. Она идет прямо из коробки и должна у вас вот тут висеть. Итак, при нажатии в первый раз перед вами появится окошко, в котором будет, внимание, сказано, что данная функция сейчас работает только с браузером Google Chrome, поэтому его обязательно установите. Следующий момент. Данная функция сейчас полностью поддерживает только HTML и CSS файлы. Также еще поддерживаются и JavaScript файлы, однако, по-моему, там необходимо будет дополнительно сохраниться. Точно не помню. Итак, ладно, все предупреждения я вам вроде сказал, поэтому сейчас открываем файл индекса HTML и жмем вот на эту иконочку. Сразу после нажатия у нас открывается окно в браузерах, в котором отображается все содержимое файлика индекса HTML, то есть наш сайт. Давайте я немножечко уменьшу окно редактора. Так вот, и дополнительно уберу боковую панель пока что, чтобы она мне не мешала. И теперь обратите внимание, вот, например, давайте мы поменяем вот здесь надпись. Начало работы с Brackets удаляем, оставляем только Brackets. Обратите внимание, там сразу начинает у нас меняться содержимое. И напишем, например, привет, я редактор Brackets. Отлично. То есть, видим, все сразу же меняется и смотрится, по-моему, это хорошо. То есть, теперь, если вы будете редактировать любой элемент этой страницы в HTML файлике, все сразу же вживую будет отображаться. То же самое касается и CSS файла. Переключитесь сейчас, пожалуйста, на файл main.css. И здесь, например, давайте мы выберем вот здесь наши теги, видим, идут. И здесь поменяем цвет с 222. Ну, чтобы было видно, давайте 770000. И видите, у нас тоже поменялся цвет с темно-серого на такой вот бордовый. Отлично. И теперь еще одна фишка здесь, в чем заключается. Смотрите, например, я выбираю тег h2. Видим, и у меня здесь вот селектор тега h2 я выбрал в CSS файле. И у меня здесь начинают отображаться все теги h2. Видим, вот они обводятся рамочкой такой. То же самое будет и у вас. Дальше, если я выберу, например, вот этот селектор, где у нас здесь куча тегов идет, видите, от h1 до h6, то все эти теги тоже будут отображаться здесь. То есть, и так будет с каждым селектором. И даже если мы переключимся, давайте, на файл индекс.html, назад его откройте. Например, я выбираю тег h1. И видим, вот он у нас обводится. Тег h2 обводится. Вот следующий абзац. Вот еще один абзац. А вот тег em, который отвечает за шрифт курсивом. То есть, вот это все отображается и подсвечивается. И в некоторых случаях подсветка нам может мешать. И тогда вы можете ее спокойно отключить. Для этого мы нажимаем комбинацию горячих клавиш, ctrl-shift-c, либо идем вот сюда и отключаем подсветку. Видим, вот тут сразу комбинация. Ctrl-shift-c. Щелк, и подсветка убирается. Ctrl-shift-c, и она включается опять. Вот такая вот интересная функция. Я думаю, что вы уже можете спокойно использовать ее при верстке сайтов. Это действительно очень удобно и очень интересно. Ну, а мы переходим к следующему занятию.